всем привет хотелось бы поделиться опытом по поводу сварки вот таким вот сварочным аппаратом полуавтоматом вестер миг 120 называется значит приобрели с братом на двоих и вот недавно буквально попробовал им попользоваться приваривал петли с довольно толстым металлом такие флажки металлические приваривал к петлям к гаражным как выяснилось полуавтомат может вполне варить даже толстый метал особенно такой значит что для начала вам потребуется сделать его в рабочее состояние значит скорее всего если вы его купили то вряд ли вам дадут проволоку и надо будет покупать отдельно вот у меня сейчас стоит проволока которые без газовая то есть она как я понимаю порошковая какая-то проволока варит без газа вообще к этому аппарату можно подключить баллон с газом и варить уже более дешевой проволокой но я варю редко и поэтому мне целесообразнее купить один раз вот такой вот моток проволоки и варить им меняется он очень просто откручиваем здесь засовываем сюда катушку здесь тоже должно быть откручено вот это чепуха вынимается снимаем вот эту вот заглушку вот здесь вот ролик он тоже откручивается и переворачивается вот у нас сейчас стоит проволока диаметром 0 8 миллиметров то есть мы перевернули там подписано 0 8 поставили с верхней стороны ролик плоский то есть ничего там уже особо не нужно ставим и здесь затягивается она там с пружинкой то есть затягивается и по определенному там затягу но это уже регулируете в процессе дальше после того как вы это сделали надо будет разобрать саму горелку разбирается довольно просто эта часть но она просто снимается здесь под ней находится уже вот такой вот наконечник его тоже надо будет открутить сейчас у меня не вытащится потому что тут капелька на проволоке она не даст вытащить но так его вообще вытаскиваете и так как у вас будет аппарат если уже подключен то есть вилку в розетку просто откручиваем вот здесь вот включение поставим положение он то есть включено и нажимаем вот на эту кнопку проволока протягивается тут начинает катушка крутиться проволока выходит вот сюда вот когда она вышла мы ставим обратно наконечник закручиваем его таким вот образом ставим горелку сюда вот так вот и значит лишний кончик провода вот здесь который будет откусываем оставляем примерно пол сантиметра можно сантиметр но лучше пол сантиметра будет удобнее в общем все аппарат после этого готов к сварке это если без газа с газом я не пробовал еще пока нечего об этом сказать здесь значит закрываем дальше все что вам потребуется это пользоваться настройками которые вот здесь вот имеются чтобы варить значит удобнее всего варить прям вот так вот прислонили под небольшим углом нажимаем на кнопку аппарат начинает варить то есть делаем точку дальше еще точку и так далее то есть точками но можно варить и целиком линии но правда не так пока умею получается кривенько значит возьмите для начала какой-нибудь кусок металла похожего на тот который вы будете сваривать а лучше именно такой кусочек которые вы свариваете и потренируйтесь вот здесь вот в настройках как видно здесь мин-макс 1.2 ну это просто включение а вот здесь вот скорость подачи проволоки что я разобрался значит на вот этих вот петлях которые я варил мне пришлось поставить второй режим первый режим он просто плавил проволоку на поверхности на поверхности металла она еле-еле прилипал к нему но потом впоследствии молотком все оттуда сбил и в общем ничего там практически не тронуто было на втором же режиме проволока прекрасно прожигает металл также для более толстого металла нужна проволока именно большого сечения типа вот как 0.8 можно даже миллиметровую но в принципе 0.8 вполне нормально прожгла даже толстым 2 или 3 миллиметровый металл даже больше по моему то есть 0.8 вполне этого достаточно скорость подачи проволоки вот здесь вот она показана что между роликами проволока идет регулируется буквально варить как только слышен вот нормальный звук без щелчков без всего и шов более менее нормально проплавляет металл и ровно ложится значит оставляем в начале при каждой сварке вам придется регулировать вот эту вот вещь минмакс никогда не пробовал но в принципе поэкспериментируйте попробуйте что там получится при сварке с газом я слышал что полярность меняют но честно говоря пока не пробовал не могу сказать насчет этого ничего следите еще за состоянием вот этой вот горелки тут постоянно накапливается вот эти все окалины они попадают туда грязь все прочее и начинает залипать проволока привариваться внутри вот это вот наконечника она просто приварится в нем периодически надо снимать прочищать можно взять и допустим если она прилипла пассатижами взять за кончик проволоки и оттянуть вперед можно просто подвигать по и лозить чтобы он там не залипал наконечники меняется стоит дешево в принципе если что можно сменить вот этот вот маленький кружочек капельку перед сваркой лучше срезать то есть откусить кусачками или пассатижами он плохо плохо искрит в общем фигня это полное что еще а да одевайтесь когда свариваете конкретно чтобы не было незащищенных мест потому что особенно вот на втором режиме искрит и металл летит во все стороны обжечься очень легко я в принципе приплавился в нескольких местах на руке то есть как эти капли падают прям на руку ожоги будут так что поосторожнее практически это все что нужно в основном дальше опыт то есть первые швы у меня были совсем кривые дальше пошли более-менее чуточку поровней но все равно кривые конечно думаю это все что нужно для первой сварки если что пишите в комментарии можете а что то еще могу вам подсказать